Друзья, можете за нами наблюдать на протяжении целого часа, а лучше трёх часов, потому что вечерний пир на теле-радиоканале Страна Айфэм начинает свою работу. И здесь, как всегда, в этой студии Майк Войс! Машлона! Ура-ура! Ну и, конечно же, пустой стул, который буквально через секунду запомните каким-нибудь очень классным, интересным. И самое главное, что весёлым гостем, потому что каждый день по будням к нам приходят люди, связанные с юмором. И сегодня у нас в гостях комикс, сценарист, автор, участник многих юмористических телевизионных проектов, автор стендап Циммерман и преподаватель школы стендапа. Я всё правильно говорю? Соавтор сценария кинопильма. Ну, здравствуй, Оксана Соколова. Юрий Касимцев! Давайте встречать нашего гостя. Юра, отбивай мне пять. Приветики, давай. Обнимание, целование. Я пойду прикрою дверку. Всё-таки я здесь штатный швейцар. Зачем меня ещё здесь держат? Присаживайся, рассказывай, как у тебя настроение? Отлично, спасибо большое. Как вы здесь? А мы замечательные всегда. А мы на работе! Мы на работе! Вот так вот. Юр, смотри, у нас есть, собственно, такая небольшая традиция. Каждый эфир с гостем мы всегда начинаем с одного и того же вопроса. Так как мы говорим вечером о юморе, может быть, есть у тебя какой-нибудь совет или лайфхак? Научи наших зрителей и слушателей, как относиться к жизни с юмором. Как ты это делаешь? Собственно, это уже есть совет. Относитесь к жизни с юмором. То есть всё-таки стоит? Самое простое и самое доступное, что есть, это в основном бесплатно. Поэтому это прекрасно. Любая ситуация, которая с вами происходит, она имеет в себе какую-то комическую основу, какое-то комическое зёрнышко, которое может порасти, ну, что-то смешное и прикольное. Потому что грузиться есть из-за чего, но лучше людям посмеяться. Юр, скажи, а это чувство, оно присуще вообще всем людям? Либо его надо как-то в себе развивать, либо оно либо есть, либо нет. Воспитать, может быть, надо вставать 5 утра и улыбаться. Юр, ты встречал этих людей, которым ты говоришь, да относись ты к жизни с юмором. А потом ты смотришь к нему и как бы, да ладно, забудь, понимаешь? Это мой любой разговор с отцом. У тебя строгий отец? Нет, это просто шутка. Вот видите, я к этой ситуации отношусь с юмором. Да, давай уже номорок для ваших. Ну, все, друзья, простите, ладно. Но если что, вы поясняйте, вот это шутка, я буду смеяться тогда сразу же. Миша, тебе это тоже касается. Спасибо. Мы так и работаем. Можно я все-таки отвечу на твой вопрос? Это недорого, давайте. Конечно, нужно относиться ко всему с юмором. И, на мой взгляд, нет вещей, над которыми нельзя смеяться. Есть вопрос восприятия, в том числе восприятия общественное, знакомых, друзей, родственников. То, что вот какие-то темы все-таки закрыты, табуированы, там, тема смерти, секса. У нас в стране это политика, религия, типа, не дай бог над этим смеяться. Но чем больше темы запретные, тем больше желаний о ней пошутить. И чем больше поводов там пошутить. Поэтому шутить нужно абсолютно над всем. Юра, я как никто другой знаю, как это работает. Потому что, когда мы, допустим, готовим наши замечательные наряды, ну как готовим? Готовит Маша свой, а потом говорит, в чем мне нужно быть. И она говорит, вот будь вот в этом. Это значит точно, абсолютно, что я приду совершенно в другом. А вот почему, кстати, ты не доверяешь мнению девушке, у которой все нормально со вкусом? Может быть, это провокация, чтобы было о чем поговорить. Это как смех вот над теми темами, которые табуированы. Вот примерно то же самое. Юра, ну а у тебя лично есть те темы, которые вот, например, стопроцентные, всегда заходят и всегда смешно? Таких тем, наверное, нет, потому что всегда нужно искать. Когда ты отшучиваешь какие-то первые пласты, там, связанные с твоей внешностью, с твоим образованием, дальше нужно копаться и искать. Я очень долго рассказывал о том, что я по образованию историк. И то, насколько это образование мне в жизни пригодилось, ответ никак не пригодилось. Дальше я очень долго рассказывал о сложной теме для меня, о теме своего развода. Я к ней не мог долго подступиться, потому что эмоциональный это какой-то шок, через который я пошел. Когда я все-таки подступился, это получилось смешно. И, собственно, я это отпустил, пошел дальше. С универсальной темой комику «Если везет, это хорошо, это прекрасно», но вот мне пока не повезло. Мне приходится постоянно искать, постоянно прикладывать свой комедийный взгляд на какие-то новые темы, новые вещи. И смотреть, как бы вот я, будучи таким собой, об этом бы подумал и поговорил. Юр, ну неужели нет хотя бы одной темы, которая повторилась хотя бы два раза? Постоянно надо что-то изобретать в велосипеде? Да, вот прям совсем вообще. Нет, ну смотрите, там, условно, в теме моего образования есть несколько пластов. То есть один раз я об этом пошутил, второй раз попытался копнуть глубже, третий раз попробовал, ну, видимо, все, тема и шучена, ничего нового, интересного не придумал. И так, так совсем. Ну, есть мои друзья, комики, коллеги говорят о том, что я такой небольшой комедийный сноп, потому что я всегда... Комедийный сноп, я запишу. Это новенькое такое. Я всегда пытаюсь докапываться до чего-то в комедии, что еще никто не делал, в плане мысли, в плане какой-то подачи. И что мне интереснее процесс, чем само выступление. То есть каждый раз мне лучше все отбросить и попробовать заново и прийти к какому-то интересному выводу. Пускай я даже провалюсь, я плохо выступлю, никто не будет смеяться, как всегда, поэтому... Но я попробовал, и это будет меня успокаивать. Маша, важный момент. И это Юра так самокритичен. Пусть даже никто не будет смеяться, как всегда. Это же главная составляющая комика. Главное, что ты не рыдаешь, да, после того, что, ага, зал не посмеялся, все, я пошел, больше не буду этим заниматься. Просто однажды после выступления мне написала девушка, я думаю, что это будет что-то интересное, она сказала, что подруга была на твоем выступлении, сказала, что это очень смешной, я сегодня посмотрела и решила тебе лично написать, что нет. То есть для нее было прям очень важно сказать, что моя комедия ей не понравилась. Общение продолжилось, приходи ко мне, я по-настоящему тебя рассмешу. Я научу тебя смеяться. Нет, я просто-просто обрадовался, что я все-таки с ней развелся. А, вот, что это была за девушка. Подожди, подожди. Стой, Маша, 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 приготовь эту мысль, потому что сейчас мы уйдем далеко. Ты заметила... Она улетает, Миша, быстрее. Быстро-быстро, держи ее себе. Ты заметил самое главное отличие от других людей, которые к нам приходили, и я всегда задавал этот вопрос, а что ближе, подготовка написания или выступления? Юра первый человек, который здесь сказал под камеру, для меня важна подготовка, выступление может провалиться, не важно, что будет на сцене, мне нравится процесс. Ну, тебе нравится авторство, наверное, больше, да? Ну, поскольку я больше писатель, чем артист, я мыслю категориями текстов, и для меня важнее написать, чем выступить. Когда выступление хорошее, ты, конечно, успокаиваешь себя тем, что да, это оно, это когда все складывается, когда все работает, но когда что-то не получается, я радуюсь тому, что... У меня была возможность это написать, я хотя бы попробовал. Юра, ты пишешь только для себя стендапы или для каких-то других ребят тоже? Они могут с тобой выступать? Скромный запот от Маши, да, ты... Слушай, тебе не нужны говорящие головы, ты пишешь хорошо. Вот, например, да, есть некая девушка, которая хотела бы выступить на сцене... Одна моя подруга... Со стендапом, Михаил, дайте закончить мне мысль, пожалуйста. Вот нужен автор. Как строится будет работа артиста и автора? Ты должен меня прочувствовать, понять. Не меня ее. Ну, эту девушку потенциально, да, вот эту... Чуть-чуть приоткуй куточку, у тебя проекватит такую красоту. Ну, как строится? Ну, действительно, надо же понимать человека, который пишет. Это тоже поиск, это возможно, и подобным я и мои коллеги по команде стендап-циммерманной по школе стендап занимаемся. Мы берем людей, которые никогда не выступали, которые не представляют, как им писать, как им говорить, о чем им говорить. И это поступательная работа. Очень похоже сначала на анкетирование в школе, когда ты отвечаешь на какие-то вопросы. Как у психолога, да? А это правда будет смешно? Все, дорогие друзья, сейчас уже начался между собой. Пусть эти люди договорятся, мы хоть музыку послушаем. А кадром продолжим, друзья, с этим скоро, да, вернемся, оставайтесь с нами. Один на всю страну, спасибо за волну, действительно, один на всю страну телерадиоканал «Страна ФН», а внутри, а внутри этого телерадиоканала одно на всю страну вечернее шоу, где Майк Войс и Майк Войс. Сегодня с Юрием Касимцевым, сценаристом, комиком, автором, преподавателем, соавтором и, боже мой, и прочее, прочее, прочее. Разговаривают о юморе. Вот как-то так? Да, ну подождите, мы с Юрой заговорили в прошлом нашем выходе о том, что ты работаешь, то есть с начинающими стендап-комиками. Может быть, они даже уже об этом и еще и не догадываются, что у них есть большое стендап-будущее, но ты, собственно, как автор можешь для них придумать какой-то классный налог. Это дело не только как автор, потому что одно дело — это кому-то писать с нуля, а наша задача в школе стендап-самермана — это научить людей шутить, собственно, относиться к жизни с юмором на протяжении... На протяжении всего времени. На самом деле это намного проще, чем кажется, потому что как только ты меняешь угол обзора на свою жизнь, то есть ты переходишь с одной точки на другую... Я думала, сейчас скажешь, как только ты меняешь круг друзей, так у тебя все меняется, ты начинаешь шутить. Как раз наоборот. Друзья, которые есть сейчас, это люди, которые чаще всего замечают, что в нас смешного и что в нас интересного. Мы не хотим себе этого замечать. И когда ты поставишь себя на место своего друга, на место своего коллеги и посмотришь на себя его глазами, ты сразу подумаешь, о, это же забавно, что со мной происходит, о, это же интересно, об этом же можно поговорить. Просто мы привыкли думать, что с нами ничего интересного не происходит, с нами мы ничем интересным не занимаемся. А по факту каждый человек из себя представляет что-то очень интересное, а если это интересно, то об этом можно пошутить. Юра, что делать, наоборот, в другом случае, когда ты твердо убежден и знаешь до конца, что у тебя самая удивительная жизнь, что все, то есть, что может быть, происходит именно с тобой, что мир крутится... Может, зачем ты смотришь вокруг меня, хотел сказать, я... Но вот что делать в этих случаях? Мне кажется, такой человек сразу неинтересен становится, правильно? Такой человек вызывает негодование публике, как правило, потому что публика, этот принцип работает и в комедии, и в грамме, публика ассоциирует себя с неудачниками. Публика хочет слышать от человека на сцене или видеть в кино того, у кого что-то не получается. Нам тяжело, конечно. Если так сложилось, что ты крайне успешен, что ты добился всего, что у тебя самые шикарные женщины, счет в банке... Лучшая соведущая, вот это вот... Возможно. Возможно. Это, кстати, крайне прилетел дневнее. Возможно. Так вот, если вот все, 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 я просто вот так вот сделаю... Тут какой-то мужской между собойчик, да, месяц? Юрий, я что, зря делала этот начес сегодня с утра? Я надевала это платье. Не зря я свое не сделал. Так. Нет, ты прекрасно выглядишь. Спасибо большое, что... Мы же говорим про гипотетическую ситуацию. Абсолютно, конечно. Здесь один мой друг, у него, соответственно, есть соведущая на телерадиоканале. Так и что же? Так вот, и если ты оказался таким человеком, то тебе нужно искать те самые болевые точки, которые покажут аудитории, через что ты прошел, что ты преодолел, чтобы вот всего этого достичь. Это работает не только в комедии, это работает в бизнесе, это работает в презентациях, в рекламе, в маркетинге. То есть все, где человек уже успешный говорит со сцены, он начинает с того, ну это известная история, что я начинал у себя в гараже, я собирал... Да просто заснул, я был как вы, и показываешь пальцем в зал. Вот, вот, да, небольшая предыстория. Или я приехала из маленького городка, и дальше уже все начинается, правильно, друзья? Ну а у нас совсем скоро начинается большой-большой конкурс, называется он «Большой футбол», поэтому слушайте нас и смотрите все самое интересное дальше в нашей программе. Поехали! Да, друзья, телерадиоканал «Страна.ФМ» – первый, единственный, уникальный, неповторимый, ну и здесь такие же ведущие, конечно же, и гость тоже вместе с нами. Нет, я обычный человек, это никому не интересно, кто я, самое главное, кто пришел. Юрий Касимцев к нам сегодня пришел. Комик, сценарист, автор, участник многих юмористических телевизионных проектов. Все правильно. Ура! Мне нравится это. Да, ну подожди, еще и преподаватель. Вот это, на самом деле, самая главная тема, о которой я сейчас хочу поговорить. Смотри, ты говоришь, что совсем скоро будет выпуск вот этих людей, которые у тебя учились, которых ты учил шучить. Да, выпуск курса, который сейчас у нас идет, это уже 14-й курс. О, так. Он будет 24 июня, это воскресенье, в каворкинге таблица на станции метро Менделеевская. Серьезно, 24 июня, когда у всех выпускные, то есть у вас тоже теплоход, дамы в платьях, соответственно, ленточки. Люди разного возраста, да? Там Циммерман, так и написано, так Циммерман 2018. И 50-летние выпускники. Да? Я не пойму. Могут быть разного возраста выпускники, но по сути. Конечно, у нас, наоборот, очень большая редкость, когда у нас приходят молодые люди до 25. У нас на позапрошлом, по-моему, курсе было двое парней, которым было 20-21, и они на фоне всех остальных смотрелись прямо школьниками. Потому что сейчас средний возраст учеников это 30-35. Это в основном мужчины? Или все-таки перевес? Нет, у нас было несколько курсов подряд, сугубо женских, там соотношение было 70 на 30, 80 на 20, но последние несколько курсов сбалансировалось, то есть где-то 50 на 50. О, даже так, слушай, ну мне нравится эта тенденция, девчонки, значит, тоже, оказывается. Тебе, видишь, тебе нравится и возраст, что самое интересное, и пол. Видишь, у тебя-то все сошлось, Паша. Вопросы у меня по поводу самых, вот, вот в самом уважаемом возрасте, в каком приходят люди. Были какие-нибудь исключения? Я вот хочу услышать, ты знаешь, Миша, пришел вот Иван Иванович, ему было 74 года. И умер прямо у нас тогда. От смеха! Так, слушай, ну мы не заглядываем в паспорт каждому, то есть мы можем догадываться. Вот и человекоп, примерно, уже пережил у нас год. Но я думаю, что вот где-то 50, наверное, это вот самый высокий. Ну я попала в точку, видишь, я знала. Ну потому что, ну а когда еще начинать шутить, как не в 50? До этого была серая, скучная, однообразная жизнь. Иногда больше ничего не остается. Как шутить в 50? Реально. Юр, ну скажи, ты, собственно, заострил внимание на том, что научиться юморить и шутить может абсолютно каждый, и достаточно легко это сделать. Можешь поделиться, ну, какими-нибудь там золотыми правилами, как это сделать? Для наших зрителей и слушателей исключительно, если для меня. Да, да, естественно, конечно. Ну я люблю такие штуки. Вот, например, надо открыть книжку такую, прочитать таска. Она спрашивает эту книжку. Сюда приходишь, чтобы ты понимал. А может что-то изменится? Может есть какой-то действительный способ? Ну, смотри, ну, есть несколько упражнений, несколько тренингов, которые могут помочь расширить кругозор вас, как комика. Давай, мы готовы. Они очень простые. Надо встать. Первый. Все делается сидим. Что надо делать? Мои любимые упражнения. Это должно быть вам близко, как людям, работающим в информационной программе, это пытаться комментировать или, как мы говорим, отшучивать новости. Утром или вечером заходите в любой информационный ресурс, выбираете три новости, произошедшие, это воспринимаете как некую комическую предпосылку. И дальше даете ей свой комедийный комментарий. Он может быть смешным, может быть не смешным. Можете его кому-то показать, публиковать в Твиттере или в какой-то социальной сети, получить реакцию или оставить у себя в блокноте, никому больше не показывать. Но так или иначе это вас тренирует. Как минимум за день три шутки вы написали. Они хорошие, плохие, неважно, главное, что вы это сделали. Слушай, вчера такое ощущение, что вся страна вот это упражнение выполняла после того, как Салак забил только один гол. Все говорили. Маша, подожди. А вы читали эти новости? Нет? Ну это же очень смешно. Маша, подожди, я подумаю, это все классно. Я другому подумал, что мы с тобой тренируемся, мы с тобой тренируемся каждый день по часу здесь. Давай попробуем. Ну вот вчера наша сборная разгромила, собственно, Фраунов со счетом 3-1. Салак забил единственный этот один гол. Почему? Как такое произошло, что они проиграли? Потому что его семью держат... Да, египтяне там где-то в зал вожниках и так далее. Нет? Ну вы, ну есть такие упражнения, например, вот актуальные, мировые новости? Есть, безусловно, это работа с актуалом. Так. Работа с актуалом? Это, Миш, я буду теперь так... Работа с актуалом. Я пришла на работу с актуалом. Это уже смешно. Это, например, невозможно не отшутить, что Михаил футболки сборной России полевого игрока, но с номером 1. Но с номером 1, да. Это когда при распределении номеров что-то пошло не так. А были такие случаи, я как человек, во-первых, реактивный, были такие случаи. Немного, кстати, оно было, когда полевые игроки вот с большим эго играли с номером 1. Миш, а ты что там залип? Я, собственно, не понимаю. А я, пожалуйста, вот я просто хотел сделать маленький эксприт. Новость какую-то? Да, пожалуйста, вот я недолго искал, залипал. Минфин опроверг сообщение о повышении минимальной цены на водку. Угу. Как по этому поводу можно пошутить? Минфин опроверг сообщение о повышении минимальной цены на водку. То есть, соответственно, цены повышаться не будут? Минфин опроверг сообщение о повышении минимальной цены на водку, но ничего не сказал про максимальную цену. Это хорошая, смешная шутка. У меня родилась другая, что сборная России выиграла вчера у Египта и вышла в 1-8 финала чемпионата мира. После этой новости? Конечно, Минфин опроверг сообщение о повышении минимальной цены на водку. Все очень просто. Ну, как-то так, ребят. Но не я здесь комик. Послушайте, что же вы от меня хотите. Ой, Мишка, тяжело идет у нас с тобой. Юмор, конечно. Лучше давай мы пообщаемся с профессионалом в этом деле. Юр, смотри, я нашла у тебя проект, называется он «Cass Up». Правильно? Да. В ВКонтакте. Ничего себе ты откопала. Да ну ладно, откопала. Ты там давно уже не бывал? Да. Мне очень понравилось. К сожалению, давно я там не был. Это, собственно, то, с чего я начинал или возвращался к юмору после долгого перерыва. Собственно, попытки писать какие-то короткие шутки. Вот. Вот это круто. Как раз таки у меня сейчас есть маленький дайджест твоих фишечек. Я попрошу тебя прокомментировать. Ну, может быть, если придется что-то, к слову. Сами 80-е не длились столько, сколько сериал 80-е. Ты не в теме? Ты не смотрел этот сериал? Я, честно говоря. Ребята. Ладно, мы понимаем, есть такой сериал, который идет очень долго, уже всех задолбал. Правильно? Ну, поскольку я немножко связан с кинопроизводством и написанием сериалов, это меня всегда очень веселило. При том, что сериал неплохой, интересный, смотрибельный. Но то, как долго он продолжался, наверное, там были вопросы к этому. Сейчас может только кухня с ним сразиться, мне кажется. Возможно. Окей, вот тебе поле для новой шутки. Живешь себе, живешь, а потом бац, просыпаешься 29-летним мужиком. А это было приурочено к моему дню рождения. Это я тебя прекрасно понимаю. Полуторгодичной давности. В смысле? Ты же старше. Миша, старше это ты, а я... У меня рождаются вот такие шутки. Я, кстати, вот думал, думал, меня в ступор, естественно, ввели, что у меня не посмелились над моей шуткой с пальцем высыпанной. Но я вот когда так тренируюсь, как ты говоришь, вот публикуешь новости, говоришь там, а вот смотрите, это вот это и вот так вот так. Обычно люди говорят, как ты можешь такое говорить, что ты за человек. Как с этим бороться? Как бороться с гранью вот этого допустимого? Ну, это то, о чем мы в начале нашей встречи поговорили, что, наверное, еще не на том уровне развития общества, чтобы спокойно относиться к комикам, спокойно их воспринимать, или, точнее сказать, правильно воспринимать, потому что комики — это не люди, которые стремятся кого-то обидеть, задеть. Я не знаю ни одного человека, который, выходя на сцену, выходит и говорит, вот сейчас я разнесу этих женщин, ненавижу женщин и буду их оскорблять. Ну да. Нет, такой цели нет. Комики выступают некими резонаторами общества. И в Америке, в Британии, в Европе комики — это те люди, к которым прислушиваются. Не обязательно с ними соглашаются, но комик в своих размышлениях, в своих шутках заходит и заводит мысль настолько далеко, настолько обычный человек в своей повседневности просто не успевает это сделать. И человек либо принимает эту мысль и говорит, а, ну это здорово, хорошо, что ты мне это сказал. Ну да. Либо не принимает ее, но он, по большому счету, тоже относится к нему с благодарностью, потому что он проделал за него его работу. Он заглянул настолько далеко, насколько обыватель не смог бы это сделать. Либо побоялся, либо не захотел. Ну, либо просто не был готов, у него не было там исходных данных каких-то. Вот, поэтому нужно продолжать шутить, постепенно повышая градус остроты. Понятно, Лава, мне официально разрешили это сделать. Продолжай, даже если не смею, продолжай. А мы продолжаем? Нет, я как раз-таки хотела продолжить эту тему, что сейчас очень часто я слушаю тоже и комедийные всякие выступления, стендапы, и непосредственно Руслан Белый иногда он шутит, люди не понимают, что это шутка, и он вынужден говорить, «Ребята, я это сделал специально, я специально сделал на этот акцент, я специально пошутил». Но мне кажется, это очень тупо, пояснять, что это шутка. Это отвратительно, это ужасно. Есть во многих книгах, и мы постоянно об этом говорим, никогда не говорите, что это была шутка во время выступления, никогда не говорите, что это чистая правда, и никогда не благодарите за смех или аплодисменты. Потому что комик, выходя на сцену, он рассказывает о своей жизни. Иногда немножко утрированной, иногда с большим преувеличением, так или иначе это его жизнь. И пояснять, что вот это сейчас была специально шутка, это значит обесценить все остальное. А сказать, что именно вот эта фраза была правдой, это значит показать, что все остальное было абсолютно неправдой, и я это выдумал. Ну и оправдываться не нужно, правильно? На сцене за то, что ты говоришь. Да, у нас, к сожалению, такое восприятие, что все, что прозвучало из экрана или из приемника, это чистая правда, и это стопроцентное мнение человека. На телевизоре просто так не скажут. Ну то есть это у нас в России такой менталитет, правильно я понимаю? Где-то там, но в Америке просто это давным-давно уже все развито. Я не хочу переводить там в поле у них или у нас. Есть большое количество людей, которые спокойно к этому относятся, и есть у нас, и есть большое количество людей, которые негодуют там. Просто людей, которые негодуют, их заметить намного проще, потому что, опять же, тебе в комментариях или там написали люди, которые негодуют. Ой, Юра, у нас люди реально сейчас негодуют. И ты знаешь этот пример. А тебе не написало 10 человек, которые, типа, я с тобой согласен. Юра, Юра, они негодуют, потому что не хотят вращаться с тобой, да. Скоро вернемся. Друзья мои, как вы успели заметить в прошлом выходе, Маша все-таки выпросила бесплатный демонстрационный урок у Юрия Касимцева, и мы поэтому обсуждали, что же, как же вот стать комиком и прочее. Я научилась, друзья, это главное. Да, сейчас я хочу, подожди, сделать акцент на проекте Касаб. А вот мне кажется, на таких проектах тоже можно учиться. Заходишь, смотришь, как ты это делаешь, да. Ты наверняка тоже у кого-то подсматривал, как научиться, может быть, шутить, как строить там фразы, предложения. Ведь наверняка можно как-то зайти, чтобы выйти смешно с фразы. Ну, есть какие-то фразы, которые работают практически всегда, условно. В нашей среде это отсылка к кому-нибудь из родителей, как моя попытка пошутить вначале. Если куда-то добавить отца, то, скорее всего, это будет смешно. А есть, собственно, этот проект, он задумался как комментарий на какие-то события внешние и мои личные. Я никак его особо нигде не пиарил, просто для себя вел, как раз вот так вот набивая руку. Но это на тот момент, когда я начал его вести, я еще толком не занимался стендапом. Я только-только... Ты практиковался, да? Переходил из формации. Я очень давно играл в КВН, потом на протяжении пяти лет вообще никак не был связан с юмором. И вот потом, когда у нас в стране появился стендап, я начал заниматься им. И вот возвращался, да, я приехал из Саратова. Там я, когда появился стендап, организовывал первые открытые микрофоны. Собственно, начал развитие движения, в том числе у себя в городе. Потом тебя всем городом снарядили, проводили, и ты начал покорять Москву. Правильно? На самом деле очень много статей о том, как саратовский парень собрался в Москву на телевизионный проект. Средный моносов. Ну реально, молодец. При словах, я играл в КВН, я видел, как Маша прям заглянула и начала искать, когда же и где. Скажи, пожалуйста, когда же и где, чтобы Маша не искала. Это было во времена моего студенчества, 2004-2009 год, давно. Я не попал в телек, я играл только в нетелевизионных лигах. Ну сначала это студенческая лига, городская лига, областная лига. И мой пик, это тогда существовала такая Днепропетровская лига в городе Днепропетровск. Мы несколько раз туда ездили со сборной команды университета. Круто, ну смотри, большой послужной список, опыта у тебя тоже в юморе очень много. Миш, давай попробуем сейчас Юрию, может быть, дать такую в качестве затравочки. Будем тебе давать начало некой фразы, известные цитаты наших мыслителей, ученых, пилософов. Почему мы это будем делать, вот самое главное? Это же не просто так вот в голову нам свалилось. Конечно, не просто. А знаете, давайте вот цитаты почитаем сейчас вот, очень интересно. Беседа со всеми туда пошла. Мы знаем, что ты любишь вот эти цитаты. Вот знаешь, как я люблю говорить, вот эти цитатки из интернетов, из ВКонтактика. Подожди, их можно в качестве статуса себе будет ставить куда-нибудь, а почему нет? Да, да, да. Давай сделаем фирменные твои. У меня есть набор некоторых цитат от некоторых очень умных людей. Я не буду тебе читать их все полностью, я буду читать тебе первую половину, и мы будем стараться их смешно закончить. Давай попробуем. Если это будет не смешно, мы это быстро прекратим. Я буду все равно смеяться поперек. Окей, если будет не смешно. Как я уже сказал, что комедия это пробы, если ты написал что-то не смешное, не факт, что это плохо. Возможно, это выстрелит через пару-тройку лет. А может быть, живет на земле тот человек, для которого это будет смешно. Ну а вдруг? А почему нет? У всех вкус разный, знаете? Давайте, ладно, без всяких прелюдий. Давайте начнем с Хемингуэя. Интеллектуал должен раз в год выпить вина. И? Там стоит... А там запятая дальше, смотри. А, там стоит. Да, чтобы. Там запятая и написано чтобы. Вот, это важно. Чтобы? Интеллектуал должен хоть раз выпить в жизни. Раз в жизни или раз в год? Интеллектуал должен раз в год выпивать вина, чтобы... Чтобы выпивать его чаще. В оригинале было чтобы встречаться со своей глупостью. Пожалуйста, еще вам накину. А мне, Юрий, вариант больше нравится. Естественно. Чтобы делать это чаще. У тебя еще учиться у него бесплатно первый семестр. Люди не созданы для... Это глубоко, здесь глубоко, там одно слово прям стоит. Любви? А, ну, началось. А кто автор? Это Хумингуэй. Мы все еще... А, все Хумингуэй. Да. Люди не созданы для? Для? Для чего они созданы? Ну, наверняка там у него было какое-нибудь для разочарования, для... О, слушай, Юр, красавец. Для поражений. Вот именно. Поражений. Очень... Очень... Отчего вы смеетесь надо мной? Точно поражений. Я даже сумел с ним. Ничего не перепутал. Так. Ну, подожди, у нас-то суть не угадать окончание фразы, а смешное закончить. Я пытался, ну, если там одно слово, лучше продолжить эту фразу. Люди не созданы для поражений. И сделать какой-то еще выход. А у меня другая фраза. Люди не созданы для хорьков. Вот так-то. Ну что ж. Люди созданы для людей. Для людей. А, подожди, а, подожди, если так, люди не созданы для... По поражений подпись Станислав Черчесов. Да, кстати. Усы надежды. Почему нет? Да, отлично, мне нравится. Я вспомнил, стою хорьками. Знаешь, мужчины любят женщин, женщины любят детей, дети любят хомяков. Хомяки никого не любят. Спасибо. Самое странное в жизни, это когда дурак... Это, это Уинстон Черчилль. Я вот сделаю подсказку. Самое странное в жизни. В жизни, это когда дурак... Уинстон Черчилль. Уинстон, нормально. Здесь оказывается прав. Так и оканчивается, да, фраза? Так, секундочку. А чем заканчивается? Я же тебе сказал, самое странное в жизни, это когда дурак оказывается прав. И ты смотришь на меня в этот момент. А, все, это и был финал. Птицы поднимаются выше, когда... Внизу слишком холодно. А видишь, летят против веток. Кстати, мне твой тоже больше понравился. Если ты не в состоянии изменить своего мнения, значит... Ты дурак. Значит, женись. Значит, женись, это практически то же самое, значит, ты просто глуп. Ну, я и говорю, значит, ты дурак. Хотите... Слушайте, ну хотите что-нибудь прям вот совсем последнее? Или все? Да, давай совсем что-нибудь такое, разрывающий мозг. Разрывающий мозг. Секундочку. Пополам. Человек не может существовать. Без. По-моему, это уже было, нет? Человек не может существовать. Человек... Но пытается. Один, один, друзья мои. У нас минута, у нас минута. Но мне очень нравится, что вот за эту партию нашу, вот в эти цитаты, мы немножко размялись перед Блицом. Что скажешь? Да, Юрочка, у нас есть постоянная рубрика в завершении нашей программы с гостем. Да, нам нужно прочитать быстрые, коротенькие вопросы, и ты должен дать такие же вот незамедлительные ответы. Прям вот не думая сразу с летом. Ну, погнали. Для меня самое важное в жизни. Семья. Идти по жизни с юмором это? Просто. Если бы сейчас был 1018 год, что бы ты делал? Точил меч. 3018? Заправлял бластер. Когда я буду таким же креативным, умным, но уже старым, я скажу своим пра-пра-правнукам? Я все еще жив. Если бы не юмор, я бы сейчас... Не сидел здесь. Друзья мои, ну что можно сказать после этого? Маша, скажи им что-нибудь. А я не могу ничего сказать, друзья. Сегодня у нас в гостях был замечательный человек, комик, сценарий, статор, участник многих юмористических проектов Юри Касимцев. Юрий, спасибо тебе огромное, что нашел. Спасибо. Пришел, кстати, в эту субботу стендап-цебермана «Лучшее за год». Правильно? Да. Во сколько? В 21.00 театральный центр имени Мирхольдена метро Менделеевская. Все, друзья, ждем вас всех. А на сегодня прощаемся. А мы никуда не уйдем. Да, мы никуда не уйдем. Следующий час. Все, пока. Муа!